Не успел окровавленный труп змеи пасть у ваших ног, как вы собираете своих людей и спешно отступаете, чтобы избежать пасти волка. Да, мы короче отступили, ибо волк мог нас раздавить. И теперь мы на земли кабана идем. Смотрите, кабан еще вот тут занял землю, урод. Короче, валим кабана. И вот кабан обращается к населению только что захваченного им гроза. И вы будете делать то, что я захочу, а начнем мы с малавра. Хм, гавный дед. Мы вместе с королем сегодня же отрываем и рассчитываем вскоре вернуться домой. Ваши непрерывные атаки служат неплохим отвлекающим пастором. Мы же постараемся прибыть вам на помощь как можно скорее. Итак, ребята, всем здравствуйте. Прослушали сюжетную линию, да? Разведчики докладывают, что у нас там все хорошо, у нас есть форт. Если мы сможем на нем закрепиться, то кабану, естественно, будет хреново. Смотрим, где мы расположились. Вот здесь мы расположились, вот отсюда будет наступление. Так, я даже и не знаю, как действовать, вот правда, честно. Бросить все силы, вот взять их, перегнать сюда. Кстати, давайте мы сразу параметры игры сделаем вот так вот, потому что мы можем не успеть сориентироваться. Я вот не знаю, смысл оставлять на стенах 2-3 человека. Что они сделают? Ну вот что, правда, они сделают? Они ничего не смогут сделать. Сразу. Что, уже сейчас сразу пойдут эти? Что у нас с едой? У нас, наверное, у нас что, даже амбара нету, я не пойму. А, вот у нас амбар. Он сюда может пройти с этой стороны? Походу, не может, да? Ему нужно двигаться именно в определенном вот этом вот направлении. Значит, у нас очень хорошо. У нас много сыра. У нас коровки. Я думаю, надо, значит, сделать вот так. Коли мы собираемся выживать, да, вот мы будем выживать на сыре. Можно это, конечно, потом заменить пшеницей, но я думаю, и с сыром будет у нас неплохо получаться. Уже началось, все понятно. И теперь дерево. Вот с деревом всегда были и будут проблемы. Нужно дровосеков. У нас не хватает уже людей. Как всегда. Давайте построим два дома. Там получается 16 человек. И вот так вот домиков они вот эту деляночку вырубят. Луки у нас есть. Вот делают, ребята. Здесь копья делают. То есть, как, ну, идет. Дело идет потихоньку. Короче, потихоньку все дело пойдет. Сейчас вот атака кабана пошла. Давайте мы сейчас всех посадим на башню. Копейщиков. Вот даже не знаю, есть ли их смысл загонять на башню. Наверное, не будем. Оставим их тут. Блин, они завалили всех. Это жестко. Вот правда. Ну, короче. Видите, они с двух стрел, они, эти, арбалетчики, они уже убивают моих лучников. Давай, 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 стреляй в эти. Таран. Блин, это плохо, ребята. Мы сейчас вот можем проиграть. Не думал я, что будет прям так трудновато прям в самом начале. Но если вдруг они развалят, давайте мы сейчас вот сюда. Нет, неправильно. Вот сюда посадим, ребят. Они будут отсюда палить. Не развалили, гляньте. А, еще таран есть. Блин, вот это, конечно. Тогда, по идее, по идее, где они там бредут, идут. Они так медленно идут, это вообще ужас. Может быть, еще и есть шанс победить. Таран, если сейчас развалим. Почему баллиста таран не атакует, тут я не понимаю. Во, люди нафиг не нужны. Главное, таран. И еще идут. Да сколько ж можно. Удалось отремонтировать. Видели, ребят? Это просто изи, е-мое. А вот, еще ловушки теперь можно ставить по ходу. А ну-ка. Гильдия инженеров. Здесь мы не поставим. Здесь мы тоже не можем ставить. Только на огромной башне. Так, но это меня радует. Знаете почему? Потому что мы можем вот сюда лучников посадить. Мы можем сюда загнать камня. Нет, это проблема. Есть дерево с едой. У нас тоже пока что все в порядке. Нам нужно наладить поставки камня. Это, конечно, было бы все замечательно, если бы он тут был. Я вот что-то не вижу. Железо вижу есть. А камня я что-то не наблюдаю. Неужели нету камня? Серьезно, придется его покупать? Ну, это жесть. Так, да, ребят. Камня что-то нету. Что-то прям печально. С камнем все. Значит, нужно будет камень покупать. А это плохо. Хотя бы потому, что нам нужны будут деньги. Значит, нам надо разнообразить свой рацион. Хотя... Хотя... Нам надо просто удержать время до прибытия врагов. Самое просто разнообразить рацион... Ой... Что я несу? Не то вам говорю. Сейчас. Гляньте, не могу найти. Вот. Самое простое, это вот эта вот ерунда. Вот честно. Это то, что может вам помочь в определенный момент, если у вас есть какая-то денюжка небольшая, поднять вашу популярность. Особенно, когда маленькое население, так это вообще очень сильно помогает. И буквально хватает, там, я не знаю, 7 столбиков вот таких вот детских для поднятия популярности. Популярности. Давайте посмотрим. Плюс 5 почтительности. Мы уже с вами можем выкрутить. Плюс у нас дает один религия, но религия, на нее полагаться, вот правда, вот, я бы никогда не советовал. На что угодно, но только не на религию. Это такая хрень, что... Так, с едой, вот с едой можно. Можно сделать еще парочку полей. Вот реально вот парочку, много вот не надо. Много не надо, сказал Герман. Сейчас штук 10 напихает. Как всегда. Ну, поля, если честно, поля люблю. Я люблю поля, я люблю пшеницу, хлеб, особенно, как это здесь производится. Это очень красиво все показано. Мне это нравится. Вот честно вот скажу. Поэтому, люблю я эти вот все моменты. Вот эти вот детали, когда вот оно проработано. Ну, мне нравится. Я кайфую от этого. Поля. Поля мы сделали. Пусть будет несколько полей. И давайте тоже здесь мы воткнем. Что мы воткнем? Ну, воткнем мельницу. Но только носить им аж сюда. Это, конечно, это жестко. Ну, тогда что, она будет брать муку, а печь она будет, ну, где-нибудь здесь, да? Я думаю, вот так вот будет достаточно. Вот так тоже достаточно, потому что надо не забывать, что если у нас сильно упадет популярность, будет плохо. Теперь разведчики докладывают, что к нам движется армия кабана. Это тоже как бы не сильно страшно, но опасно. А рынок я не пойму, где, а вот рынок. Покупка. Давайте купим немного камня, потому что нам нужно будет сейчас заделать бреши и всякое остальное вот эту хрень. вот так вот, чтобы никто не прорвался. Не хочется, чтобы кабанчик пролез и навел тут нам шороху. Мы укрепимся основательно. Вот так вот. Есть у нас такое дело. Это круто. еще у нас есть дерево. Мы можем в принципе натыкать вот таких вот ловушек. Здесь по над стенами. Да, и спалили мы все с вами дерево, как дурачки. Ладно. Увлекся, увлекся. Вот что значит увлечься. Есть крестьяне. Что с популярностью? Видите, уже религия плюс не дает. Надо больше делать этих церквей дурацких, чтобы охват был больше. Но это все такое, знаете, вот я тоже церквям вообще не доверяю, какая она нестабильна. А вот с Элем вот это стабильная тема. Да, вот тут можно. Ну, правда, с Элем стабильная, но я не пойму. А почему у меня никто не варит вообще этот Эль, чтобы у меня трактир работал. Давайте поставим один, пусть варит. Так, нам нужна баллиста. Именно таран пусть атакует. Стены, то, что таран бьет, это вообще пофигу, вот честно. Все, отлично. Теперь эти люди, они вообще никакой опасности не представляют, по сути. С ними сейчас быстренько все разберутся. Ну как, арбалетчики это, конечно, представляют опасность, потому что они могут быстро завалить моих лукарей. Но это, не скажу, что это прям так настолько критично. Так, мы пехота, мы тоже можем сделать. Давайте сделаем. Сделаем всех, всех видов армию. Опа! А, не, все, тут все под контроль, я уже напугался. Гляньте, они, во-первых, дохнут в ловушках, что меня прям очень сильно радует. И плюс они еще этот, дохнут понад стенами, чисто из-за того, что они только подходят и сразу же наши ребята делают свое дело. Я считаю, что это отлично. И чтоб сюда людишек тоже посадить, но не будем. Хотя сюда их посадить арбалетчики их снимали очень хорошо. Так, вот сейчас к стене подбежит, все, сдох, сдох. Быстро они откидываются. Так, ну, те ребята сейчас тоже придут сюда. Все придут. так, я хочу убрать всех, но у меня получается, а, у меня они делают и мы пехота, и всех делают. В принципе, мы уже оборону можем выдержать, я думаю, можно повысить скорость игры. Давайте сделаем до 90. Я думаю, мы уже в состоянии выдержать оборону. Надеюсь, хочется в это верить. пойдем сюда. Ничего, они дохнут, дохнут, все. Великолепно. Так, удаем до нас не ложки. Все. Это дело есть, и вот тут у нас сколько людей. теперь есть такая тема, мысли точнее, не тема, но и тема тоже, понастроить еще больше вот этих домиков лучника, как всегда. Пусть они работают и делают мне луки. Это мне сейчас, наверное, самый необходимый ресурс, из-за которых я не могу нанять лучников в себе. Пусть они этим занимаются. Продовольствие, а вот, смотрите, у нас немножечко разнообразилось продовольствие, и уже стало получше, когда-никогда, но это все равно мало. Это недостаточно, это фигня. Людей у нас максималка, поэтому еще воткнем дом. Лучше, наверное, два. 8 человек дает хатка. Только надо не забывать за вот этой ерундой. Еще одна, видите, вот сейчас, ну мы быстро пройдем, у нас нормально. У нас сейчас и поэта тут. и по деньгам, и по рекрутам у нас нормально сейчас мы вывезем кипиш. Копья, правда, вот реально вот мне на данный момент вообще не нужно. Так, что тут у нас? Тараны, как всегда. Ох, ну это уже посерьезнее реально уже начало. баллиста сразу в таран. Ого, ого, давайте всех, всех, кого только можем, заберем. И заберем их вот сюда, вот сюда всех. ну мы справляемся, гляньте, мы вообще не напрягаемся, у нас все великолепно, великолепное расположение, у нас все здорово, вот эти парни у нас тут стоят, нас защищают, то есть вообще четко, стены мы вовремя подстраиваем, правда уже тут у нас немного осталось камня, но это тоже не сильно. Им попробую не провалить, а, ну вот еще вот тут, сейчас надо докупить камня, чтобы отремонтировать, здание, так, а куда я рынок воткнул, вот он, забыл уже, давайте купим, вот это продадим, не понял, а, у нас здесь, у нас сыр, у нас не то, у нас сыр, все, великолепно, у нас все четко, у нас луки делаются, все делается, людей у нас уйма, вот еще люди пришли, этих, я даже не знаю, куда, на эту же башню, давайте на эту загоним, отремонтируем, ну, в принципе, я думаю, победа, все у нас уже на изи, они даже, если они проломятся, здесь такая гвардия, я сомневаюсь, что они пройдут, реально, очень мощная защита у нас, попробую еще опрокинь эту защиту, как говорится, хрен ты ее опрокинешь, мы пехоту разваливают вообще, обожаю вот башни и лучников, вот если на башне есть лучники, это все, понимаете, вот это люди под стенами, они просто ложатся, вот если нету, у тех, которые лестницы стоят, ребят, хотя их тоже быстро сливают, если лукарей много, то все, это реально, это кранты, кто бы там не был, кто бы там не ехал, ну правда, можно армию огромную, как я вот отправляли мы с вами, по 50, 80 этих, мы пехота, тогда конечно будет тяжелее, но все равно, все равно, если вот такая пачка сидит, а если две таких пачки, то извините меня, это нереально вывести, если что, как говорю, кучу арбалетчиков на них не направить, они их тогда завалят, тараны, вот три или четыре тарана надо сделать, направить на башню, и желательно, наверное, на вот эту, где лукари сидят, одну сюда, одну сюда, но еще два куда-нибудь, так, да, ну тебя нафиг, и потом арбалетчиков штук 30, чтобы было, и тогда начинать гасить, тогда можно что-то сделать, а так это тяжело, хотя в Крусадерс, Транхолл Крусадерс, есть ассасины, а ассасины могут залазить с помощью крюка на здание, вот там уже, конечно, посерьезней, но вот тут тоже, они вроде бы, да, посерьезней, они собрались, но ничего вообще особенного, вот смотрите, еще 13 человек, сюда мы не можем, но мы их можем на эту башню посадить, знаете, как они раскладываются, на раз-два просто, как дети, а тараны, вот это сейчас тоже уже сложится, два уже сейчас сложатся, там, конечно, баллиста огромную роль играет, если честно, баллиста нормально снимает, тарану, прям так, и все там, пол хп практически, все сложились, ребята, сейчас еще лучнички подойдут, вот столько арбалетчиков, это уже может быть проблемой, в принципе, они могут завалить, но только видите, проблема-проблема, они даже выстрелить не успели, это вот знаете, вот как вот в играх, в принципе, вот когда вот, в каких-нибудь RPG, вот что выбрать, либо жесткий удар, один, либо сделать три удара, в секунду, либо один жесткий, вот что выбрать, пока ты, допустим, а если ты еще дальнобойный, то это вообще жесть, пока ты там добежишь, там ударишь, да, ты его там с одного убьешь, ну до него добежать же ж надо еще, то есть естественно, приоритет в скорости, это просто мастхэв, и здесь то же самое, они пока бегут, по ним поливают дождем и стрел, и все, а арбалетчики, что, они пришли, сели, им же тоже нужно расстояние, но я думаю, тут немножко, не просчитано, если бы, было бы так, что парбалеты могли чуть-чуть дальше атаковать, чем лучники, хотя, тогда плукари, злится кабанчик, злится ребятки, но победа в руках, ну и всем огромное спасибо, кто посмотрел, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, всем пока,